МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОМЕЛЬСКИЙ КООПЕРАЦИИ СТО ГАДОУ У ГОМЕЛЬСКИМ АБЛСПАЖИУ САЮЗЕ ПРАЙШОУ УРАЧИСТЫ СХОД. ГОСПАДАРЫ НА ЗЯМЛІ ЗУМОВАМИ ЖИТЦЯ И ПРАЦЫ НА ВЕСЦЫ ПАЗНАЁМИЛІСЯ БУДУЩЕ МАЛАДЫЕ СПЕЦЯЛИСТЫ. А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ И ИНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА. ЛИЧЕНЫЕ ДНИ ЗАСТАЮЦЯ ДАГАЛОВНОГА СВЯТА НАШЕЙ КРАИНЫ. ПАДРАХТОВКА ДАЯГО ДОЖИЛАСЯ АМАЛЬ ДВА МЕСЯЦЫ. ПРАЙШЛІ ДІСЯТКІ РЕПЕТЫЦЫЙ. ЯК БУДІМ СВЯТКАВАЦЬ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, ДАВЕДАЛІСЯ НАШЕ КОРРЕСПАНДЕНТЫ. ДА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НА УСІХ БУЙНЫХ МЕМОРИЯЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ ПРОЙДУЮТЬ МИТЫНГИ И ЦЕРЫМОНИЮ СКЛАДАННЯ КВЕТАК. ТРЫТЬЯ ГЛИПЕНЯ УРАЧИСТЫЕ МЕРОПРЫЕМСТВУ ГОМЕЛІ У ДЕСЯТЬ ГАДИН РАНІЦЫ АТКРЫЕ СВЯТУЧНОЕ ШЕСТІ ЗУДДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ ВАЙНЫ И ПРАЦЫ КЕРАУННИЦВА РЫГИЁНОЙ ГРАДЖАН. СЮЛЮТЕ ВИДОВИЩЩЕ БУДЕ ОСАБЛЕВА МАЛЯУНИЦИМ НА ПИРАДЕ КОЛОННЫЙ ПРОНЕСУЮТЬ 22 ГЕРБЫ. ГОМЕЛЯ И УСІХ РАЙЦЕНТРУ, А ТАКСАМА РУЧНИКИ ЗЫХ НАЗВАМИ. ШЕСТЬ ДУДЕ ДАВЕЧНОГ ОГНЮДЕ ПРОЙДЕ МИТЫНГ И ЦЕРЫМОНИЮ СКЛАДАННИЯ КВЕТАК. ЗАТЫМ СВЯТО ПРОТЯГНИ ЗАБАВЛЯЛЬНАЯ ПРОГРАММА. Мы приглашаем гостей праздника на свято в Ишиванке, которая пройдет на улице Ланге. Возле здания медицинского университета состоится праздничный концерт. Кроме того, ожидает гостей большая выставочная панорама, преподготовленная учреждениями среднего специального образования, профессионально-технического образования. Свои выставочные панорамы представят районные центры Гомельской области. Забауляльные мероприемства будут проходить во всех районах областного центра. Причем до свято рыхтуют не только концерты и выставы, а и экстерьер некоторых объектов областного центра. Так уже зараз можно убачить первоутворения, которые отбываются на площади Ленина. До свято завершится реконструкция фасада областного драмтеатра. Подходят до конца работы по одновлению огороджей Центрального парка. Ей плануют надать такие школер, у которых уже оформовали драмтеатр. А кроме того, на площади выставили велизарные катки с туями. До 3-го липеня их зявится еще больше. У агульной склада на стекале 200. Рыхтуются до святой в районных центрах. Так у вецепроди веломаскарад. У жидковичах забеги на роликовых коньках, скейтах и гироскутерах. Так само там выберут мисс вышиванку из самого мощного жидковичанина. У октябрьским с 9 виртуальная экскурсия у Минулая, а у хуйниках перасовные выставы на автомобильных колах и хорографичные композиции просвеченной творчести Янки Купала и Якуба Колоса. Дарыча Сюля – это усветочная программа у Вогули шмат новаций. Супрацовники Даю Першиню проведут масштабные показальные выступления по худкостным манюрованию и представить выставу специализованной техники. День независимости – это праздник каждого жителя нашей страны. Но также 3 июля – особенный день для всех сотрудников госавтоинспекции. Это день образования нашей службы. Именно поэтому в этом году на площади мы устраиваем большое профилактическое мероприятие, которое будет состоять из нескольких площадок и которые будут интересны и маленьким, и взрослым участникам дорожного движения. И вядомы святы не обыдятся без подарунков. 29-го червня отбудется урочистый открытие кинотеатра «Сподарожник» у Агрогородку Чыркович и Светлогорского района. Первый в Украине личного кинотеатра у Агрогородку. 3-го липня о 12-й године отбудется урочистый открытие опошних реконструированного участка набережной Ракисош в Гомеле. После открытия у всех чекает забавляльная программа с выставами, городом-майстро, аттракционами, музычными и интерактивными пляцовками. Завершить святочный день у областных центра акция «Праспеваем имн разом». Кульминацией программы станут фейерверки. Яны отбудутся у 23 годины во всех районах Гомеля. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Правооховники уголовной национальной святы традиционно будут снести службу во измоцененном режиме. Головная увага о хове громадского аппарата и безопасности дорожного руха. Супрацовникам ДПС у этом допомогут члены доброхватной дружины. Она складается с 30 студентов Белорусского державного университета транспорта. Сегодня яны отримали необходимые обмундирования и прошли обовязковый инструктаж. У першиню удельники доброхватной дружины разом с инспекторами будут принимать удел в выявлении администрационных правопорушений и проведении профилактичной работы с насильницей. Совместную акцию со студентами Белорусского государственного университета транспорта мы будем также проводить 3 июля текущего года при проведении праздничных мероприятий в городе «Гомель». Действенность господинспекции, конечно же, в первую очередь будет направлена на недопущение совершения дорожно-транспортных происшествий и в целом профилактику дорожно-транспортного травматизма. Протягиваем выпуск. Первого липня в нашей стране будет означаться День кооперации. С на годы профессийного света, так само с того года утворения Белорусского республиканского союза с поживецких товарыств, в «Гомель» прошел урочистый сход. На протягу прошлых годов гомельские кооператоры – сирот лидеров Украины. По выниках работы за минулый год, по таких показчиках, как экспорт товаров, скорочение энергозатрат и рентабельность продажу, «Гомельский Аблспожил Союз» находится на другом месте. По выниках финансово-господаршей деяности – на третьем. Торговые объекты сегодня приобретают современный вид, оснащены торговым оборудованием современным и всеми необходимыми продуктами для удовлетворения спроса и нужд нашего населения. И хочется пожелать всем труженикам системы крепкого здоровья, счастья, благополучия и достойный заработный плат. На урочистый сход у «Гомельским Аблспожил Союз» собралися соправданные маэстри своей справы. Заслуженные узнагороды отримливают лепшие продавцы, кондитеры, повары, заготовщики, работники кадровой и операционно-кооперативной службы. Переможцам по выниках работы за минулый год признаны Светлогорский райспожил Союз. Другое место у лельческих кооператоров, третье у Добружских. У свою жаргу коллектив «Аблспожил Союз» заповеншавал старшин управления Василя Смольского за решением падяки премьер-министра Республики Беларусь. Лесная навука – молодь будущая. У гэтая дни «Гомель» принимает у дельников Международной школы конференции молодых навуковцев. Форум примиркованный до года навуки. Мероприемство проходит на базе института лесу. Яно собрало амаль 150 навуковцев с 50 навуково-доследчих, адвугацинных и лесогасподарших установ Беларуси, России, Украины, Болгары, Латвии и инших краин. От них на конференцию заявлено амаль 100 навуковых докладов. У дельники обмерковывают ход сучасных доследований, вызначают перспективные шляхи и дают оценку досягнением молодых навуковцев у галине ведения лесной господарки и узнавления лесу. Головная задача школы конференции – повышение квалификации молодых навуковцев, притягнение их до обмеркования актуальных навуковых проблем и инноваций. Впечатление белорусской науки леса у меня очень позитивное. Я сам из Латвии. Есть и у нас, чего получится у вас, и у вас, что получится у нас. И бывало, что мы такой опыт уже делали. Били совместные проекты и были студенты из Белоруссии в стажировке у нас. Так что мы уже сотрудничаем и надеемся это продолжать. Я надеюсь, что конференция дальше будет развиваться. В следующем году мы планируем провести на базе нашего института конференцию молодых ученых леса Евразии, которая также обширная география проходила в России, Украине, Польше. У Мазыры пройшел конкурс с косу. Умение керовать триммером демонстровали команды дорожных рабочих с четырех районов в области. Мазырского, Житковицкого, Лельчицкого и Хоневского. Лепших у этой нелегкой справе высветлял Гомель Аутодар. С пякота по 30 конкурсантам не позаидростишь. Косить треба не только худ, коли и якосно. Оцениваются вышиня скушенной травы и шириня размаху косы. До того ж под конкурсный участок выбрали схил жорстка и грот травы. Александр Цукров и Андрей Кривальцевич – это команда Мазыран. Хлопцы признаются – праца тяжкая. В подчуваниях можно поровнаться с походом в тренажерную залу. Под косы самое страшное раздеть. Ноги устают. Чем покруче, от косы, чем сложнее. Трава тоже не маленькая. Трава быстро растет. После дождя. Когда дождь проходит, трава поднимается быстро. Если неделю проходим, то опять косится. До травы у дорожных рабочих ставление специфичное. С треймером в руках взмагаться с ее и начинают с самой ранней весны. Оборчины, схилы, тяжко доступные места. Там, где нет прохода для техники, потребна сила и терпение людей. Куб «Гомель-Автадор» обслуживает на территории Гомельской области 2293 километра республиканских дорог. Мы проводим конкурс профессионального мастерства по ручной окоске земляного полотна. Целью данного профессионального конкурса является популяризация работы предприятий дорожного хозяйства, а также выбор лучшего, как говорится, дорожного рабочего по профессии. При выполнении данного вида работ по ручной окоске земляного полотна требуется от дорожных рабочих профессиональное владение инструментом. Мазыр, Житкович и Лельши, Цехойники. Шатыры команды, шатыры районы. Участки обслугования и объемы работ великие, але профессионалы праца не боятся. Сложность в том, что очень тяжело с инструментом, с мотокосой ходить по этим откосам. Очень тяжело. Сам когда-то пробовал, но довольно тяжело. Поэтому эти соревнования покажут, кто действительно владеет этим инструментом на 100%. Напереде у маэстро Указьбы областные споборницвы. На их отправятся переможцы. А сё лета гэта команда Мазыран. Яны будут спрачаться за головный приз от предприемства «Гомель-Аутодар». 500 белорусских рублёв на команду. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Белорусский фонд «Миру» обвестил першаток новой акции под назвой «Дарогами войны, мира и працы». Яна будет проходить на базе сельскохосподарших предприемства «Урагиона». Першая поездка с уделом будущих выпускников ВНУ и колледжев отбылася у Рырчицким районе. Таким чином, Гомельское отделение фонду «Миру» допомагает новушенцам больше сильно поглядеть на профессию у разных сферах деятельностей и ознайомиться с умовами життя и працы на вёсце. Про тяг темы – у наступным сюжете. В наступном году Юлия Лупана тримает заповедный диплом об закончении высшей научной установы. Перспектива переезда с города в сельскую местовость девчину не пужая. Говорят, умовы життя у Агаргородка сейчас такие, что с легкостью можно изменить метусливый город на вязковые пейзажи. Я будущий энергетик, и это востребованная специальность. В следующем году я выпускница, и я уже серьезно задумываюсь над тем, куда я могу поехать работать. Это такая возможность, тем более, что предприятия развиваются и постоянно совершенствуются. Здесь достаточно благоприятные условия для выпускников и технологии на достаточно высоком европейском уровне. Колга с 50 годов кастричнику – приклад господарчика по доходу до справы. Тут поспевают поширать вытворчесть и укоронять самые новые технологичные процессы. Середнемесячная заработная плата – каля 800 рублей. Вось уже по 100 годзе господарку узначаливает Рыгор Шпаку, який переконанным. Человек прасыт, а дыга нарыцца собой, кальем досягая поставленных метов. Гэтые молодые люди худко покинут стены научальных установ и пойдут на вытворчость. А тому пачуть парады рационального керовника, заслуженного работника сельской господарки Беларуси, лишним не будет. Жизнь – это труд. Человек внутренне счастливый, на мой взгляд, именно тогда, когда его понимают, когда его уважают и когда он видит результат своей работы. Какие умовы створены для молодых специалистов, наученцы и студенты гомерских ВНУ и колледжа убачили на свои очи подчас наведывания к Субагрокомбинату «Холмич». Это еще одно сельгазпредприемство Рыческого района, которое выполнено отчувает себя по причине многих закономерных факторов. Бойная господарка развивается, тому запал и працованные руки молодых специалистов потребны зауседы. «Холмичи более 7 тысяч крупнорогатого скота, тоже строится комплекс на тысячу головную, еще он в стадии строительства, поэтому объемы серьезные. 451 рабочие у нас трудятся в коллективе». Корыстная познавальная поездка, организованная Беларусским фондом «Миру» для будущих выпускников, я еще раз подтвердила. Год нажить можно и у сельской мясо-вости Наталья Игнатенко, Максим Савин, Игорь Марышенко, Зречицкого района. У Гомельскую область и Деспякота нагадаем, что на завтра у регионе объявлены оранжевы узровые небеспеки. Температура поветра у день складе от 32 до 34 местами до 36 градусов тепла. Так само шакается шквалист ветер порывами до 15-20 метров за секунду. У такой надворье варта шильно зачинять дверы и в окны, нельга разводить вогнище и спаливать сметти. Водителям треба быть особливо уважливыми до своего самочувания и помогшимости избегать далеких поездок. Гэты и иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершенный, у студии працавала Светлана Князева. Усяго доброго и до встречи у эфиры.